всем привет с канала существует способ и это уже третья серия путешествия по пакистану который мы поговорим о местной еде покажем вам что готовят на улицах городов попробуем на первый взгляд не очень аппетитные но чертовски вкусные блюда и все это естественно с десертом готовьте что-нибудь перекусить устраивайтесь поудобнее и поехали пакистанская кухня вобрала в себя детали множество кухонь южной азии ближе к энди будет более острая кухня на западе возле афганистана с легкостью можно найти плов или шашлыки с баранины в общем все зависит от региона однозначно стоит отметить тот факт что пакистан является мусульманской страной и соответственно блюда с мясом не должны содержать свинины и обязательно быть с халяльным мясом что это значит халяль означает дозволенное то есть убитая чистым путем по всем канонам животное должно быть убито только перерезанием горла исключительно острым ножом и взрослым мужчиной после прочтения молитвы начинаем наше гастрономическое турне жареных в аппаритюре овощей которые можно найти повсюду на улицах пакистана лена значит я думаю что наши зрители вот сейчас смотрят на все это и думает господи какая же антисанитария все это на улице здесь готовится от каких-то кастрюлях непонятно а мы настолько уже к этому привыкли что это вполне себе обычное заведение для нас по большому счету боятся здесь особо-то нечего потому что повара вот эти готовят здесь каждый день и принципе все живут в округе и их знают и соответственно готовить что-то некачественное или готовить что-то так скажем невкусное не в их интересах потому что испортится репутация и к ним больше ходить не будут собственно и у нас за все время сколько мы пробовали вот эти уличные блюда уличную еду у нас ни разу не возникло каких-то трудностей с пищеварением вот собственно подоспела наша котлетка картофельная и это конечно нечестно мы уже пробуем не первый раз но все-таки представьте себе драник только гораздо большего размера вот такой прям котлету по сути это вообще на самом деле пюре пюре вместе с перцем с какой-то зеленью и даже по моему немножечко бобовых там есть все это закидывается во фритюр жарится где-то наверно в районе минуты и получается такая горячая сочная котлета подается соусами можно добавить либо зелененький вот этот соус либо майонез либо еще сладкий соус после панировки во фритюр могут отправиться котлеты из картофельного пюре стручки перца чили котлеты с нутовой начинкой или даже целое куриное яйцо причем подобного рода притюр здесь очень популярен и разлетается среди местных как горячие пирожки вот мы сейчас будем пробовать прям полноценный перец целый стручок перца который просто сделан панировку приготовлен перед чили должен быть острым но он почему-то него видимо за счет термической обработки он теряет тот же вкус это получается вполне себе такой пиканьки как будто салатик какой-то кушаете далее пришло время попробовать местную самсу которая чаще всего готовится с овощной начинкой так здесь подается самоса на она короче также заливается бобовой смесью и острым соусом начинка здесь картошка со специями с зеленью кунжутом с какими-то тоже бабу и естественно с перцем чили ошибочка вышла вот этот соус он не острый но сладкий наверное все что отталкивает пакистанской кухни так это то как здесь подают все эти блюда вот это вот сам сам самоса как она здесь называется подается дал заливается от этими жижами имеет такой но не сказать что аппетитный вид вот но по факту она все очень вкусная за время нашего пребывания не было никаких инцидентов чтобы нам было как-то уж совсем плохо иногда типа если переешь острова но это как бы естественное явление что желудок с непривычки говорит давай поосторожней с такими остростями мне очень понравилось вообще самса даже наелась но полина на елась кстати да когда вы садитесь кафешки и кушаете вам приносят вот такой графин с водой и несколько саканчиков но вы честно говоря не рискуем пить эту воду потому что не знаем какого она происхождения и преимущественно покупаем только бутылизированную для за сгут гола у лайка моя и фон врача 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 я есть в общем сейчас происходит выбор главы мы решили тут попробовать местную пакистанскую главу на самом деле она здесь какая-то оказалась не очень сладкая вот мы взяли одну штучку на пробу но честно сказать индийская главы нам больше понравилось дядька продает здесь вот такие вот штуки я даже не понимаю что это такое судя по всему какой-то то ли орех но я сейчас попробую это каштаны это жареная каштаны они черненькие черненькие совсем он их обчищает и уже продает напоминает как будто бы картошку да напоминает недоваренную картошку на первый раз пробую как жареный каштан наш чайный мастер и нас куда-то ведет а предлагает подпопа завтракать этого вмешивает да это жижу так это на завтрак сегодня выглядит конечно не очень аппетитно ребята заказываем на просто все приносит привезли такую за полу суп полу тоже каша какая-то со ну там вообще здесь основа всех блюд это либо нут либо горох либо какие-то бобы вот такая вот нутовая жижа правильно это называть или неправильно ну можно сказать нутовый суп очень пряный даже перчик попадается в горошку кухня пакистана она на самом деле тоже довольно острая особенно здесь вот палахоре здесь рядом граница с индии и поэтому естественно культура немножечко перенята у индийцев ну и не будем забывать что пакистан это бывшая индия поэтому вся пища она будет довольно таки острая но это очень сытно если слушать вот эту кашу и вот этот супчик еще закинуться пары лепешек то в принципе на целый день можно вообще не париться на счет вот собственно сейчас мы подошли к лавке на который делают апельсиновый сок а вот дядечка промышляет этим делом уже подготовила апельсинки и сейчас и закидывает вот такую самодельную мясорубку или как-то сока выжималку сказать правильно какая-то завилка у него интересная отправляет туда несколько апельсинов и все и процесс пошел вот буквально за пару минуток мы получаем стаканчик свежевыжатого апельсинового сока самое интересное сколько он здесь стоит вот стоит здесь всего 100 пакистанских рубий что пересчете на рубли выходит где-то 30 рублей друзья 30 рублей стаканчик апельсинового сока и страна сказка ну как тебе сок очень вкусно здесь судя по всему делают сметану местную берут молоко и вот таких блюдах больших вымешивают и продают причем пакет пакетиков тазик и наливают вот такой ложкой импровизированный раз туда чем сметана больше наверно похоже на какую-то просто квашу нам принесли суп такой больше напоминающий какой-то желе холодец не знаю или что-то такое или по всему вот это больше закосом под китайский суп сюда добавляют яйцо она прям много его разбивают и она варится там и он очень острый сразу предупредили поэтому пробуем аккуратненько первый суп называется у нас горячий кислый суп и поехали пробуем кислый и острый и острый это вкусно еще здесь очень популярная тема на улицах это вот такие вот прилавочки с разной кукурузой с ноутом с аракетом все это жарится вот в такой печи специальный снизу газовый баллон горелка а сверху песок песок нагревается и в нем как раз таки начинают жарить кукурузу и прочие орехи повсеместно на улицах пакистана на улицах разных городов можно встретить вот такие вот чайные лавки в которых ребята делают вкусный чай с молоком и со специями то есть он чем-то схож с чаем масала но все-таки немножечко отличается не знаю чем именно но но вкус немножечко другой это такая горелка у него газовый баллон снизу стоит налил молока и он добавляет специи специи уже вместе с гранулированным чаем здесь они добавляют обязательно сахар и также еще предлагают добавить соль почему-то они здесь добавляют в разные блюда соль даже в сок добавляют от на улице проходишь мимо лавки тебя спрашивают когда его уже приготовили добавить соль или нет наш чайочек готов причем смотрите насколько здесь необычная подача подают в пенопластовом стаканчике не знаю насколько это безопасно для здоровья не выделяет ли он никакие токсины но будем надеяться что в этот момент предусмотрели они любят здесь иногда пересластить его но в этот раз лень и все понравилось ну да вообще посидеть сладкий а теперь печенька бисквит и красок и краски мы решили что возьмем несколько на пробу и как раз таки все вам покажем как она будет борт и борт и репорт и смелки я делал что молочная такая сладость а вот на им парке стачек барбей 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 напоминает такую творожную запеканку очень сладкая алена попробуй пожалуйста когда называется это лоси это похоже на российский снежок в общем пакистане да ну очень много так скажем ферм и просто люди которые держат коров поэтому очень много молочных продуктов и вот эти сладости которые они готовят они преимущественно сделаны из муака и какой-то муки то есть вот эти вот шарики они делаются из теста и вымачиваются в сахарном сиропе вот так как очень ну снежок знаешь вот с булочкой так вот так вот сладости пакистана отличаются от того что мы с вами привыкли видеть в кондитерских магазинах здесь есть скатанные шарики вымоченные в сахарном сиропе и молоке также можно найти что-то похожее на творожную запеканку только она здесь порезана на небольшие кусочки в сладостях достаточно много калорий поэтому за чаем спокойно хватит одного также можно найти классические заварные пирожные с кремом разнообразные печенья но самыми популярными остаются как раз таки эти шарики здесь их еще называют ладу кстати именно они подаются на каждом торжестве очень вкусно знаете такой вкус родины когда заходишь в пятерочку или в магнит и покупаешь себе снежок с каким-нибудь пирожочком говорят надо это все хорошенько вымешать и быстренько выпивать и все это очень полезно для пищеварения с нашим хостом остановились у дядечки его хвост или попьем чаечку с местными сладостями I know you're free and you're free and here I'm like you very much you you're staying in your wife you're staying here great last interactions please take a few we come back always welcome very nice my friend all the best this cream 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 cake Michael for you thank you like the green tea подарили чайчику дорогу пакистанским будем сленой письм из ребята подготавливают основу для лепешек тесто раскатывают его и после этого уже лепешка отправляется в тандыр то есть это целый конвейер который берет сделает хлеб готовит какие-то вкусности и ближе к обеду начинает подтягиваться народ для того чтобы пообедать как правило да здесь все питаются на улице потому что пытаться на улице это довольно дешево вот они здесь беру берут и готовят лепешки в тандыре да вот они там печь вот там прям был жар и от парень туда прям берет и руками закидывает налепляет лепешки на стенке уже свежие лепешки паре здесь смазывает их маслицем решили пройти по нескольким кафешкам так нас уже самый первый можно сказать взяли в плен говорят вешать и здесь никого не пойдете лепешек принесли до этой каши и смотрите кстати вот эти вот добавки их можно добавлять как раз таки в нут здесь есть лимончик перец чили тоже какая-то смесь перцев видимо здесь имбирь и мята это если что традиционный завтрак в пакистане а также без лепешки без хлеба не проходит ни один прием пищи в общем после такого вкусного завтрака нас еще они хотят отпускать без того чтобы сфотографироваться и самое интересное то что нам весь этот завтрак обошелся в 0 рублей 0 копеек потому что наотрез отказались брать с нас деньги 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 еще одно популярное пакистанское блюдо это нутубая котлета здесь почти все делается либо из нута либо изгородка я тупо-типо так называется вот это вот блюдо я еле выговорил честно сказать но что это из себя представляет это нутовая котлета жареная вот на такой вот печи при этом вымоченная в масле поджаренная в притюре и туда добавляются несколько соусов у меня он добавил какой-то абрикосовый соус и чевичный соус и сверху он все это заправил редиской или редькой на вкус это тоже очень необычно по той причине что абрикосовый соус он дает на такую сладинку на пробовать чтобы понять что такое это сочетание нескольких вкусов здесь редька она дает такую немножко остринку чем-то мы сейчас хотим дать нашему другу рассказать про сладости которые как раз таки делается порем это тоже похоже на интересную консистенцию супа здесь есть рис какой-то интересненько и так же нам сказали что можно брать вот эти заправки они подаются сразу же супом вот здесь вот какой-то перчик остренький это соевый соус и остренький соус чили чили да у нас тут подъехала следующее блюдо это местное какое-то лохорское блюдо здесь короче берут курицу готовят ее в таком горшочке с орешками с изюмом хлеб слоеный со слоеного теста я здесь принесли прям горячая горячая лепешка слоеная и под супчик будет самое то но вот это блюдо бадами ханди это чисто локальное лохорское блюдо и подается но в нескольких заведениях всего вряд ли его можно найти где-то других городах то есть кухня по всему пакистану будет отличаться в общем миша отбирает мой суп и говорит все да ладно отбираю а просто попробовать хочу мне интересно прикольно это чем-то напоминает куриный бульон вот чисто курицу когда варишь без всего и потом туда у добавили краски перчик и лимончик пришло время попробовать вот это замечательное блюдо под названием бадами ханди берем из этого горшочка и перекладываем тарелку я только не понимаю что вот это вот за основа такая я точно вижу здесь на кучу орехов изюма семечки я не понимаю чего это основа сделана очень горячо в общем это тушеное мясо тушеные в горшочке мяса я вот не понимаю как будто это бы знаете муку делают заправку получилось вполне себе необычно на этом серия подходит концу для нас кухня пакистана оказалась наиболее вкусной и разнообразной от региона к региону она менялась и в этом ее самый большой плюс как обычно просим вас поделиться в комментариях какое блюдо у вас вызвало больше интерес чтобы вы хотели попробовать и что вообще думаете по поводу уличной еды а уже в следующем выпуске мы расскажем о том как и где разукрашивают грузовики и автобусы в пакистане мы окажемся в мастерской где простые рабочие поделились с нами всеми нюансами дизайна больших машин подписывайся и ставь колокольчик чтобы не пропустить поддержать наши выпуски можно донатом на карту в описании под видео благодарим за просмотр и вашу поддержку до скорого